скандально известный российский актер алексей панин прокомментировал свое заявление о ненависти к немытой россии он пояснил что в русском языке слова ненавижу имеет целый ряд значений среди которых есть и отвращение реклама когда я писал свой пост россии я вкладывал свои слова именно это да я испытываю отвращение грязи на улицах но это же правда написал панин в инстаграме также он выступил в защиту представителей сексуальных меньшинств и заявил что ненавидят тех кто призывает их уничтожать я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды возмутился актер по его словам неприятие сексуальных меньшинств в россии меньше и зол потому что некоторые люди даже больным дцп относятся как прокаженным только с куда умные люди могут себя так вести это позор про человеческую ненависть друг к другу в соцсетях я вообще молчу написал фанин обращаясь к обвинителям актер заявил что у них вместо мозга плавленый сырок поскольку его фразы постоянно перевирают также он опроверг информацию о своем призыве к смене российской власти я не призывал к смене власти я сказал что в россии никогда ничего не изменится но это мое мнение дай бог чтобы я был не прав я очень хочу чтобы русские люди жили хорошо но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины всем добра заключил панин ранее актер заявил о намерении переехать в сша на постоянное место жительства он опубликовал в инстаграме фотографию американской визы типа p3 предназначены для артистов они серьезности слов панина говорит тип документа данная виза позволяет иностранцу находиться в штатах не более одного года это панина не смутило он написал что покидает родину и процитировал в подписи к фотографии песню группы eruption one way ticket андул билет в одну сторону известное стихотворение лермонтова прощай немытая россия страна рабов страна господ и вы мундира голубые и ты им преданный народ написал панин большая часть подписчиков актера поддержала его в стремлении покинуть страну другие же посоветовали не возвращаться это пожелание аудитории можно объяснить некультурными выходками панина вероятно предназначенными для привлечения внимания к своей персоне например в конце 2018 года он устроил дебош на борту самолета следовавшего из стамбула в москву по словам бортпроводников актер распивал алкогольные напитки и курил в туалете несмотря на неоднократные предупреждения персонала сам он не признал свою вину и назвал информацию об инциденте глупой новостью кроме того по словам представителя авиакомпании панин нарушил общественный порядок актер неоднократно оскорблял сотрудников самолета используя нецензурное выражение кричал что он звезда и в россии ему ничего не будет распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку чтобы он раздавал автографы своей вины не отрицал и просил чтобы его забрали именно сотрудники полиции приводят слова источника риа новости звезда фильма жмурки и ранее устраивал дебош на борту воздушного судна в августе прошлого года из-за артиста вернули самолет следовавший из симферополя в столичный аэропорт внуково в пресс-службе авиакомпании сообщили что панин захотел остаться в курортном городе сам актер подчеркнул что ему не предъявляли никаких претензий просто мы решили с дочкой остаться на день в крыму рассказал артист позднее ранее панин в социальных сетях назвал жителей россии умственно ограниченными и пообещал приезжать страну только за деньгами обсуждение разгорелось под фотографией где актер стоит у гроба эстрадного исполнителя иосифа кобзона скончавшегося 30 августа